Антишум. Как-нибудь разбирайте нашу речь, но мы начинаем, потому что первый раз ВН. Так, выключайте звук. Более-менее, да? Телефон, что говорит? Мой айфон, что говорит? Пополните баланс? Мой номер знаете, пополняйте мне баланс. Так, нужно вынуть те самые. Ужас, ужас. Ну все, мы готовы? Мы готовы. Жень, контролируй, пожалуйста, камеру. Друзья, мы начинаем. Мы начинаем КВН. Лех, извини, но между нами, по-моему, мы слон. Слова моей подружки. Слова моей подружки. Что, нормально все? Мне кажется, кстати, Алена там не подключилась. Ничего страшного. Главная гость. Главная гость. Так, Лех, мне сказали, сфоткайте нас. Мне сказали, Дима, ты, ну, фидбэк, извиню, прелюдия. Мне сказали, у тебя очень непрофессионально, хочется посмотреть, но постоянные твои дурацкие шутки, идиотия, непрофессионально неподготовленные редактором вопросы отпугивают основную целевую аудиторию. Поэтому сегодня я опять не подготовился, но шуток больше не будет. Будут только четкие вопросы, которые будут отражать твою суть. Я тебе сказал сегодня, ты зашел, я тебе сказал, я тебя всколупну с самого начала. Слова моей подружки. Смех смехом. Друзья, итак, сегодня не четверг, сегодня пятница. Я понимаю, что вы ориентируетесь по моим прямым эфирам, но сегодня пятница. И сегодня не 9, а 10 вечера. Закройте, пожалуйста, окно, я не могу. Я не могу так работать. Жень, Жень, пожалуйста, ладно, не будем, ладно, все. Значит, смотрите, сегодня, все, ребят, профессионально. Я сегодня максимально профессионален. Закройте глаза на секунду. Я сегодня, сегодня никаких шуточек, я, представь, что ты у Дудя. Да. Все. А ты будешь спрошить, сколько ты зарабатываешь, на сколько у тебя длинный член? Все вопросы будут. Итак, друзья, сегодня, сегодня у меня в гостях, я даже не знаю, как тебя обозвать. Я назову тебя просто своим другом, своим сансеем в мир, в мир. В мир. Да. Просто в мир. Просто в мир. Да. Вот. Алексей Кротков. Здравствуйте. Все его знают, кто не знает, пройдите по ссылке, добавьте его в друзья, поставьте лайк на три последних поста и напишите в личку плюс один. Тогда вы выиграете. Не знаю, я высокий. Что-нибудь выиграете. Итак, у нас сегодня в гостях, у меня сегодня в гостях Алексей Кротков. У нас сегодня есть группа поддержки, на мои смешные шутки они молчат, на Лешину смеются. Мы начинаем. Мы начинаем. Нас смотрят, как всегда, 900 человек, 900 аккаунтов у моей мамы. Да. Она всем напротив, заходи, 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 она за всеми коннектится. Итак, друзья, Лёг, скажи что-нибудь. Мы проверим микрофон. Раз, два, три. У нас до стресса. Все, конец? Нет. Добрый вечер. Поставьте, пожалуйста, плюс, если вы слышали русскую речь, потому что вы ее слышите в последний раз. Дальше на испанском. Ты хотел какую-то прелюдию какую-то? Прелюдию. Я не интервьюер, я сразу предупреждаю. Ни хера профессионального сегодня ничего не будет. Как бы ты себя... Сейчас все 900 эти будут сразу. Да, да, да. Сейчас здесь маму уйдет. Лёг, скажи, пожалуйста, как бы ты себя вообще... Вот я долго сомневался, как... Долго думал и сомневался, как тебя представить. Я тебя назвал своим другом. Как бы ты себя представил бы публике, я не знаю. Так, сучки. Ну, так вряд ли. Ну что, все Дима верно сказал. Собственно, я, наверное, как у нас, серьезное интервью, да? Нет, это серьезное. Короче, смотри, у нас реально это не телевидение. Я понимаю. Мы можем здесь нести околесицу. Нас не выгонят с ТНТ. Из танцев тоже. Транцевать сегодня не будем. Не будем, да. Как бы ты себя, как бы ты себя описал этого? Я человек... Вот, все, отличное начало. Оказавшийся в определенный момент, в определенных обстоятельствах. И эти обстоятельства меня привели в Мексику. И в Мексике последние три года я живу. Три года? Да, вкратце. Вообще, я родился в Смоленске. И Смоленск год я был по обмену в Штатах. Потом Москва. Потом... Ты мой хлеб не кради. Подожди. Ты спрашиваешь или не спрашиваешь? Я тебя... Стоп, в какахне звука. Подождите. Все. Нам нужно не просто единичная выборка. Нам нужно человек 20, чтобы написали так. Слушайте, нет, это вновь прибывшие. Помехи это нормально. Это нас пытаются сбить первый канал, чтобы наш рейтинг был не такой высокий. Это наводка. Куда уже ближе? Сейчас принесут коньяк, мы будем нормально разговаривать. Могу его снять? Леха, на самом деле, я хотел, чтобы ты сказал в двух словах. Нет, нет, нет. Утро, держи просто. Ну, там говорят, чтобы я ближе держал. Не, 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 не надо, не слушай, все время будет один человек говорить глупость. Вот ты говорил нормально, прицепи вот сюда вот, прицепи. С этой стороны или с этой? Давайте сделаем так, раз, два, три с этой стороны. Вот так вот, все, вот говори, там все настроено. Слышно? Как бы ты вот буквально оффером с вами таким себя описал? Человек мира. Ой, это это сейчас... Нужны такие громкие фразы? Нет, ну, как бы, я, например, фотограф, я себя образовываю фотографом. А-а-а, то есть нужен какую-то характеристику себе. Вот это самое, наверное, жесткое. Ну, хорошо, хорошо. Я фотограф, я керамист, видеограф, да, спасибо. И, как так говорят, интерпренер, предприниматель немножечко. Немножечко, вот. И, ну, что, и просто живу. Наслаждаюсь жизнью. О, видишь, видишь, видишь. Сейчас, подожди, подожди, друзья. Он мне говорит, чтобы я ничего не рассказывал, чтобы я просто отвечал четко на поставленный вопрос. Вы, ребят, вы поняли, кто такой Алексей? Второй вопрос. Кажется, никто не понял. Сколько языков ты знаешь? Учитываем русский же. Конечно. Так, ну, русский, английский, испанский и чуть-чуть немецкого со школы, но это вообще ничего практически. Ну, это по фильму. Все. Ну, как обычно. И, да, французский начал вот сейчас, в декабре. Очень крутой язык. Я обещал тебе, что вскопну тебя с самого начала. Давай. Школа. Так. Непростая. Ну, тебе это известно. Да, гимназиями не приживальского. Обучение. Подождите, я буду сейчас максимально выебываться. Это нормально. Ну, это в твоем степени. МГУ. Леш, МГУ? МГУ. МГУ. Факультет географии. Географический. Да, направление эконом-география. Эконом-география. А ты там дальше преподавал, я знаю. Диссертацию там. Диссерт? В 2013 году, да. То есть ты доктор? Кандидат. Кандидат наук, да. Кандидат наук. Значит, я просто хочу ввести людей, кто нас смотрит, в курс вообще проблематики, которую я, проблему, которую я поставил. Ну, в общем, хвастаемся. Максимально хвастаемся. Дальше. Мировая компания с зарплатой от 100 тысяч рублей 4 года назад. Даже больше. Больше. В 2012-м я уехал из Москвы, да. Да. Ну, то есть в те времена ты зарабатывал 4 тысячи долларов. Ну, да. Наверное, да. Были. Была компания, им были дополнительные доходы. Если бы ты там сейчас работал, то это было бы… Но сейчас люди неправильно поймут, это не была моя компания. Я работал в офисе. Ты был менеджером. Да, фармацевтической компанией Протек я работал. На тот момент это крупнейший фармацевтический холдинг России был, мне кажется, до сих пор. Вот. И мы там, да, ворочали лекарствами. Очень все было интересно. Что ли пишут? Треск. Он легкий треск, включен в стоимость. Ребят, мы не можем побороть треск, потому что идет зарядка айфона. Простите. Я максимально победил эту систему. Так треск от зарядки идет? Да. Он наводку дает. Если брать зарядку, будет более-менее. Так а сколько там процентов, может, у меня у вас там? Нет, нет, нет. Ребят, слушайте. Ну, не нравится, уходите. Потому что сейчас будет огонь. Сейчас будут пригорать пердаки. Короче, у всех. Надеюсь, не у меня. Нет, нет, нет. У нас, слава богу, кожа не горит. Отлично. Только потери. Да, да, да. Значит, ты успешный топ-менеджер в московской фармацевтической компании. Средневозгленно был. Это было пять лет назад. В 2012 году я уехал из Москвы. Да. Мне очень понравилась твоя история. Я хочу, чтобы ты ее рассказал. Когда ты заглянул в свой шкаф. Помнишь, это правило? Ну, да, да. И когда ты решил, что нужно что-то менять. Ну, что? Расскажи, вот прям ее. Ох, мне так она нравится. Я открыл с самого начала. Давай. Короче, что происходит? Дима хочет, чтобы мы сейчас вышли на вот эту красивую историю. Я работал в офисе, а потом из него уехал. И давайте все вместе теперь жить на пляже и там быть фрилансерами. Я хотел... Этого не будет. Не будет. Потому что работаете в офисе, зарабатываете четыре тысячи долларов. Если вам нравится работать в офисе, работайте в офисе. Расскажи, давай быстро расскажи. Давай, хорошо. Я сколько мне было тогда? Двадцать четыре, наверное, не помню. Двадцать три. Ну, что? Тогда прошло уже четыре года работы в офисах. На самом деле немного. И, естественно, молодость в жопу бьет. Начинаешь смотреть вокруг всякие путешествия. Тогда же мы слетали. Я слетал на Тенерифе. Еще потом была серфовая поездка. Тогда ты параллельно занимался еще организацией туров? Нет. Тогда еще нет. Но тогда я уже успел съездить, ознакомиться с тем, что вообще такое, что такое кайтинг, что такое виндсерфинг, серфинг и прочее. Что такое мир вообще. Что такое мир, да. То есть появились какие-то денежки, чтобы путешествовать. И, как бы, окунувшись, увидев вообще, что это такое, вот этот формат людей, которые живут по-другому, естественно, начинаешь такое вот... Появились качели. Да, не сидится уже. Ну, естественно, наложились какие-то там другие факторы еще. То есть когда ты... Ну, сейчас будем углубляться в всякие психологические темы. То есть убегаешь от себя, да. То есть вот думаешь так, вот сейчас вот я не знаю, там с этой женщиной разойдусь, все будет классно. Там на другую квартиру перееду, все будет классно. С работы уйду, все будет классно. Сейчас повысят, мы туда заживем. Вот. Сейчас уеду из Москвы и все. И вот там точно классно. А потом ты, ну, естественно, приезжаешь. И ты понял, что дорожка... Но на тот момент, да, я понял, что я в Москве жить дальше не хочу, что как бы город одного дела, одного дня. То есть, ну, можно не объяснять. То есть у тебя есть день, вот есть работа. Ты должен этот день потратить вот именно на это дело. Ну, если тебе нужно, например, там постричься, сходить к зубному. Купить джинсы. Купить джинсы. Встретиться с друзьями. Еще там какую-то встречу после работы провести. То тебе на это нужно там, ну, неделя. Ну, может быть, чуть меньше. Запланировать все это, да? Да. Ну, сейчас немного проще со всеми этими там службами доставки и прочим. Но тогда это там в 12-м не так было развито. Но суть в том, что да. И второе, как ты попросил историю со шкафом, да. Я начал понимать, что открываю шкаф и уже большую часть моего гардероба составляют вещи, в которых я хожу в офис. На работу. Рабочая одежда. Рабочая одежда, рубашки, брюки, там же дресс-код был. Ну, и вот тогда, в сентябре 11-го я еще пришел. Закралась мысль, что что-то не было. Закралась, да. Смотреть, что делать, куда бежать. А? Чего-чего? Не отвлекай, Валя, не отвлекай. Тебе сейчас все переднее. Мы ее сюда пригласим? В общем, да. И тогда я нормально же, да? Нормально, нормально. Тогда, да. Тогда начал задумываться о том, что, в общем, что-то нужно делать. Вот. И я тогда поговорил с... У меня была супер-мега-крутая начальница, которую зовут Валя. Привет. И, да, Валя. Ну, я думаю, она вряд ли нас смотрит, но привет. И, ну, во-первых, я уже не буду углубляться. Офис – это была супер-крутая школа жизни вообще. Я оттуда... Ну, это потом, наверное, нужно будет рассказать. Ну, это как бы просто... У тебя есть чем сравнивать. Как бы есть вот эта жизнь и есть другая жизнь. Да не только сравнивать. Ну, мы сейчас просто забежим вперед. То есть, ну, когда я в Мексике потом был управляющим школы серфинга и испанского, и там же у нас три отеля было. Вот. То мне очень много из того, что я в офисе почерпнул из Москвы, мне пригодилось, потому что я... В плане управления, в плане организации. В плане организации. Все, все, все. Ну, то есть, это реально была очень крутая школа, которая потом, да, она пригодилась и в том, чем я занимался до Мексики. То есть, когда мы какие-то туры делали. И потом еще больше, когда у меня в управлении уже было там 30 человек. То есть, это было уже очень, очень круто. Очень крутой опыт. Ну, да, я начал тогда, я с ней с Валей поговорил, сказал, слушай, ну, я это... Что-то я загрустил. Что-то, да. Она говорит, ну, ты подожди еще чуть-чуть. Вот. Подождали до Нового года. Она тоже собиралась уходить. Ну, типа того, да, да, да. Потом, значит, Новый год с 11-12 были разговоры. Тоже предложили, по-моему, чуть-чуть денежек еще сверху. Ну, то есть, пытались удержать себя, да? Да, 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 да. И не было тогда замены. Вот. Мне на тот момент. И я сказал, слушайте, я устал от дресс-кода. Я устал от вот этого, когда ты проходишь через турникет. И ты пим-пим. Пришел, отчитался, время, опоздал, штраф. И меня перевели на свободный график и на удаленку. Ну, я не помню эту историю. То есть, ты настолько был охеревшим типом, что тебя перевели на удаленку на свободный график. Да, да. И отчасти, собственно, тоже благодаря Вале. Она там помогла этим с руководством. Ну, мы были в непосредственном управлении. Короче, друзья. Подвожу черту. То есть, уйти с работы можно не потому, что ты, чему, у тебя ничего не получается. Уходить с работы нужно как бы в ситуации, когда ты топчик, да? Ну, это было приятно, да, несомненно. Но я, то есть, тогда было понятно, что, во-первых, это не будет длиться долго, да. То есть, эта халява, она длилась три месяца. То есть, вот, январь, февраль и март. Вот. В марте нашли какого-то парня из Домодедово. Который согласился затянуть его. Ну, да. Вот он пришел туда. Мы ему, я его обучал некоторое время. И потом я уехал. Я уехал из Москвы. Я ушел из этой фирмы. У меня был такой парашютик. И был еще там дополнительный доход. Вот. Соответственно, был потом месяц. Короче, давай так. Месяц пластических операций. Короче, давай так. Давай мы не будем, давай мы пропустим. Оставим эту интригу. Давай, давай, конечно. И сейчас расскажем, где ты в итоге оказался сейчас. Мы не будем рассказывать, как ты там оказался, что произошло. Как ты оказался без копейки денег в Мексике. Как пропали твои инвестиции. Давай в двух словах хотя бы, чтобы у людей это пробелы не было. Давай. Короче. Короче, да, давай. Что я знаю. Давай я расскажу в двух словах. Значит, Алексей потянулся за... Естественно, как красивый парень, который ищет себя, свою любовь. Он оказался в Мексике. Потянувшись за своей какой-то половинкой. Нет. Нет? Нет. Давай тогда я расскажу. Давай тогда я расскажу. Отложи конфеты, я буду есть и будешь рассказывать. Ну что, в 12-м году весной я уехал из Москвы. И какое-то время мы были в Поляне сначала, жили месяц, март. Потом я что-то вышивался здесь, в Москве. И устроился еще, кстати, кстати, устроился СММщиком в туристическую компанию. Я помню. Вот. Вам близко должно быть. Да. Я же, смотри, отваливаются люди. Жень, ты говори, когда он начнет скучно рассказывать. Давай. Короче, да. Переходим к интересной части. На тот момент мы были знакомы с таким прекрасным человеком, как Светлана Тручина. Светлана Тручина – это чемпионка России по кайтбордингу. Кайтинг? Кайтинг, да. Соответственно, это один из как-то инфлюенсеров, в общем, вдохновителей, который тогда меня и вот навел на мысль, что я хочу вот там серфером ездить и жить на пляже и вот это вот все. В общем, ты окунулся, прям пропускаем там. Пропускаем. Я еще прочитал книжку Тима Феррисона. На тот момент это был супер-мега-бестсейлер. На тот момент не было этих миллионов, блин, блогеров, путешествующих по всему миру бесплатно. Тогда это было новое, что ты можешь путешествовать и работать. И вот я начитал все эти книжки. И что на твое? Мы связались со Светой тогда и решили, что давайте попробуем. Я грезивал Испанией. И мы решили, давайте попробуем сделать, типа, кайт-школу в Испании. И сначала на разведку съездить, просто посмотреть, что это за место. Был, типа, инвестор, было все вот так круто. И до этого я успел... Мы, короче, два месяца ездили с очень крутым чуваком, напарник мой. На Google работали, ездили просто по городам России. А, ты мне рассказывал. Короче, Google карты, это он. Ну, не все, а одна. Вот это вот, которые вы сейчас удаляете. Да, которые уже удалили. Короче, ты поездил по России. Ну, чуть-чуть, да, я мотался туда-сюда. Ты устроился, ну, как бы, организовал... Мы сделали первый лагерь. Это был 12-й год. Лагерь, это, грубо говоря, вы собираете народ со всей России. Да, 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 собираем группу. Собираете группу, вывозите их на спот, на место, где дует. Учите их кататься на кайте, заниматься йогой. Что вы еще там преподаете? Ну, да, как такое вот... Короче, сейчас все знают слово ретрит. Ретрит, да, то есть туры. Да, 10-дневные преимущества. Короче, лагерь для взрослых. Да, да, детский лагерь для взрослых. Детский лагерь для взрослых, где нельзя пить и... И ничего больше, вообще нельзя. Окей, ладно. Короче, ты хапанул, получил... Короче, это был 12-й год, и сразу можно перейти на 15-й. То есть вот эти там 4 года получилось, да, 12-13-14-15-й. Ты вкусил свободной жизни. Мы путешествовали по миру. То есть мы были там 3 месяца в Испании, 3 месяца во Вьетнаме. Твоя мечта о путешествиях начала? Да, да, она запылась. Но тут у тебя начал пригорать. Пердак. Пердак. Что-то в этой жизни... Нельзя говорить. Да, что-то в этой жизни тоже... Сейчас обратно подпишется. Да, что-то тоже не то. Не согласись. То есть, когда ты начал ездить, тут был уже, тут был, люди менялись. В турах ты тоже, ну тоже что-то не то. Мы интригу должны сейчас создать. Конечно, саспенс. Так, саспенс. Ну, во-первых... Что плохого про одинаковую одежду, про распорядок дня, про один день, одно за... И ты знаешь, что есть вот это чувство иногда, которое приходит, это жопное чувство, что вот что-то не так вот... Там где-то, где вот меня нет, там вот пизда-то. Здесь как-то... Не совсем. Что вот конкретно здесь, сейчас, наверное, я делаю что-то вот либо не так, либо я не там нахожусь, где должен находиться. То есть, я... Вот у меня так... Просите, просите, скажу. Я как будто понимаю, что где-то там я могу сделать больше. Возможно. Вот что-то вот такое вот. Но в этот момент я понял, то есть, это не было убегание, как было в Москве, да, то есть... Я не буду там забегать в прошлое обратно, то есть, там, если бы я, то сё. Но из Москвы я тогда убегал, то есть, я не совсем осознанно уходил. То есть, в конце 15-го года было немножко, ну, по-другому. Вот. Но, опять же, уходил я тогда в никуда. Давай тогда вкратце просто, потому что мы сейчас действительно всех разгоним. Давай, давай так. Давай вот сейчас вот, мне кажется, давай мы сделаем так. Ты сейчас расскажешь, где ты сейчас находишься. Да. Мы не будем рассказывать шаги, почему ты там оказался. Просто это будет интересный, как бы... Оставим это для вопроса. Оставим для вопроса, да. Давай. Расскажи, где ты сейчас находишься, что ты сейчас делаешь, и сколько там времени уже живёшь, и, знаешь, чем занимаешься? Ты сейчас в Мексике. Я сейчас в Мексике. Собственно, в Мексике я... Ты живёшь в Мексике. После этого, да. Это как раз с Нового года 2015-2016. Я живу в Мексике, то есть уже вот три года сейчас. Мене чётко. Это потому, что мы начали говорить про Мексику. Это немножечко налёт, так, текилы, и... Да. Ребят, всегда под этой лампой. Лайм, лайм пошёл. В Мексике. Чем ты сейчас занимаешься? Сейчас. Я снимаю. Ты продолжаешь снимать? Я... Давай, как говорил один известный персонаж, давай мы будем расставлять задачи в бюджетонаполняющем значении для тебя. Ну, то есть кто тебе приносит больше... Ну, то есть, если тебе фотография приносит много денег, она на первом месте. И в порядке меньшения. Окей. Ну, мы же про деньги, мы же дуть. Да, мы же сказали, что... Мне сказали, будь более профессиональным. Про члены и деньги. Всё. Про члены, я думаю, ты сам всё знаешь прекрасно. Мы были в бане, в том, что... Мы в ней находимся под этой лампой. Это рембрандтовский свет. Ладно, рассказывай, чем ты сейчас занимаешься? Мы так это резко перепрыгнули. Почему? Смотри, ты путешествовал по миру везде. И сейчас ты понял, что нужно... Короче, суть в чём. Получилось, что я тогда уехал, и в Новый год 2015-2016 произошло то, что называют обнулением, да, вот там эзотерическим языком поговорим. Мы об этом поговорим. Короче, да, за неделю я остался без женщины, без денег. Ну и, собственно, в таком... О, давай-давай накинем сейчас, короче. Я оказался без женщины и без денег в хиппи-деревне голых геев. Вот, в Мексике. Так мы назовём это видео, ребята. Хиппи-голых геев. Да, и вот это был вообще вот апофеоз. То есть ты... Да, всё произошло за неделю. Ребята, понимаете, в тот момент сколько тебе было лет? 28. Три года назад, ну, сколько? 29. 32 уже почти. Ну да, 31 сейчас, да. 28 лет. 28 лет. То есть ты, закончив МГУ, проучившись в каких-то крутых заведениях, проработав в суперкомпании, заработав кучу денег, посмотрев мир, оказываешься без денег, без женщины в лагере голодных, голых, хиппи-геев. Про голодных ты уже сам. Вот на этом мы бы как бы остановили наш рассказ, но нет. Но нет, но нет. Ну, как бы голые геи были абсолютно внезапностью, естественно. Ну, так как бы... Остаться без женщины, без денег, собственно, тоже. Как бы я не особо планировал. Ну, в общем, да. А, кстати, про МГУ. Мне очень нравится рассказывать. Меня спрашивают, пригождался ли мне этот диссер. Диплом, не диплом, а степень кандидатская. Конечно. Вот, да, пригодилось. Я когда вот был без денег в этой хиппи-деревне, ко мне подошли, ну, товарищ мой работал тогда в ресторане, он уезжал, аргентинец. То есть, это был, наверное, третий день моего пребывания там. Я еще ходил в тренерший. Сидок мне уже было резать, да? Не, он мне говорит, слушай, а ты же этот, ну, это называется у них доктор, да? То есть, для них наш кандидат, это равносильно доктор. Он же говорит, у тебя же там это, кандидатская, это в области где-то с экономикой связанная. Говорю, ну да. Говорит, слушай, нам там кассир нужен. Я говорю, давай. И ты пошел на кассу. Ну, конечно, у меня денег не было. Вы мне тогда еще подарки присылали, эти посылки. Я помню, я помню, ты работал в каком-то месте, и ты там очень сильно проявил себя. Ну, все, просто мы сейчас утомим еще больше публику, но реально с появления моего в Мексике начали происходить реально волшебные вещи. То есть, я там оказался вообще просто без всего, и без денег, и без знакомых, и без ничего. И вот начиная со второго дня моего пребывания там просто было пух, вот, то есть, знакомство то, сё. То есть, в 15-м году я абсолютно случайно не взбрел в голову научиться керамике. Я ездил к прекрасному человеку. Керамика – это там чашки, Леш, покажи, в камеру. Это самое некрасивое, если. Это самое некрасивое. Все, кто из нее пьет, ну, как бы врет, понимаете? Это самое лучшее. Всегда мастер себе оставляет только брак. Вот, но прекрасный человек, Ваня Шерстюк, вот, огромное ему спасибо. Научил в 15-м году просто, ну, там, лепить. Вообще, начали приходить волшебные чудеса с тобой? Нашелся там мастер, нашлась глина, нашлось то, сё, школа потом в соседнем городе, нужен был фотограф, значит, я поехал туда. Потом из этого… У тебя откуда-то взялся фотоаппарат? Ну, он был же. Вот, фотоаппарат взялся, очень все было просто. Сейчас мы будем Диме петь дифирамбы. Окей. Ну, не только Диме, да, то есть, это тоже всё благодаря… Всё очень воронкой, да, то есть, реально все годы… Да, вообще, так у всех происходит, на самом деле, да. То есть, ничего не проходит бесследно, да. Всё, я, короче, понял. Лёх, заканчиваем говорить про твой кокаиновый бизнес. Конечно. В Мексике. И теперь поговорим про… Да. Про фотографию. Нет, на самом деле, шутка. Про фотографию. Это на самом деле шутка. На самом деле, все скиллы, которые за всю жизнь получил Лёша, они вдруг пригодились. Чего мы обо мне, да, обо мне. Смотрят люди. На меня и на тебя. На тебя. Скиллы, которые тебе, скиллы, которые всем. Вот Женя сидит, у неё тоже скиллы. Сейчас мы можем вообще сейчас вот людям сказать, если вам что-то нравится, делайте, учитесь. Do it now. Да, да. Ну, то есть, ну, это реально, на каком, на четвёртом или на пятом курсе у нас был испанский, который в итоге стал факультативным. Ты ходил в него? Ну, мне просто пёрло. Мне просто нравился испанский. Вот. И, ну, кто знал, что потом он в кайтурах пригодится в Испании, и кто знал, что я буду жить в Мексике. Я буду три с половиной года назад, я бы даже вообще не догадывался, что я туда даже поеду просто. Вот. Потом в пятнадцатом году мне просто взбило в голову поучиться керамике. Вот. Ну, просто. Просто хотелось научиться что-то делать руками. Потом мне это в итоге, ну, дало какой-то заработок первый, чтобы было на что кушать, грубо говоря. Ну, вот. И вот таких примеров очень много, и таких примеров может быть дофига, но очень много того пригождалось, что было реально вот-вот близко. То есть ты чувствуешь, что, блин, мне вот это нравится, мне это прёт. Берёшь, обучаешься, и потом она вдруг где-то раз. С фотографией. С фотографией. Я же фотограф. Я же фотограф. Серьёзно. Я же не просто так. Я же, во-первых, зову сюда людей либо с брекетами, либо фотографов. Ну ладно. А фотографии с брекетами два раза можно. Нет, ездить я один. Остальные я, например. Навыки фотографии. У тебя, естественно, так как ты, я сейчас расскажу вкратце историю. Может быть. Может быть. Мало того, что ты организовал кай-туры, занимался их продвижением, СММ, рекламой в Инстаграме, в Фейсбуке. У тебя в обязанностях была ещё фотография. С турами всё было просто. Нас было два человека, соответственно, ну… Ну я вкратце хочу рассказать. Да. Как ты к этому пришёл? И у тебя был фотоаппарат. Да. Ты в тот момент уже начал делать какие-то фотоотчёты. И в Мексике ты оказался с фотоаппаратом. И ты тоже применил эти навыки в формате, если у тебя есть фотоаппарат, ты фотограф. Там так принято, да? Ну да. Оказалось, ты ещё и умеешь это делать. И тут понеслось. Когда мы делали туры, до туров, и когда я решил путешествовать, естественно, я подумал, блин, мне нужны камеры. Ну и мне нравилось там челкать на мыльницу. И на тот момент Уля Кирина продавала свой 40D Canon. Вот. Я у неё купил этот 40D. У меня было два объектива. Полтинник и 10-22. Никому не интересно рассказывать? Ну конечно, ладно, не будем. Короче, суть в чём? Ты меня сбил? Ну, суть в том, что в турах мы начали снимать, потому что нужно было какие-то отчёты делать. Просто, ну, там или страницы, и соцсети, и прочее, прочее. И меня настолько это начало переть, что там в определённый момент мне Света начала говорить, что, блин, давай ты будешь там не столько заниматься фотографией, как бы, ну, больше в организацию обратно. Потому что, ну, я занимался операционной всей частью. То есть, там организация и финансовая, и маркетинг, вот это всё. Но меня пёрло. Меня пёрло снимать фото, меня пёрло снимать видео. Четырнадцатый год, Бали. Да, на Бали. Вспомнишь? На Бали. Я полетел в отпуск, и вы там же были в отпуске. Просто на Бали ветра нет, мы там отдыхали, серфили. И на Бали... Можно писать в любую сторону, просто, что кто не понимает, ветра нет. Да. На Бали мы отдыхали. Ты уже привык, всё должна быть, к его юмору. На Бали вы тогда были, Женя Захарычев, была тусовочка. Но ты снимал постоянно. Ты с фотоаппаратом не расставался. Да. И, во-первых, вот это всегда очень круто. Вот если можно там... Мы советы даём здесь? Обязательно. Нас же не просто так люди смотрят. Нас смотрит вообще кто-нибудь? Слава богу. Мама. Мама, привет. Папа мой смотри. Вот, если можно дать какой-то совет, то очень круто. То есть все там курсы, онлайн, вот это всё классно. Но когда ты находишься рядом с человеком, который имеет вот этот опыт, который ты хочешь перенять, даже физическое нахождение рядом, да, то есть, ну опять же, если мы будем углубляться в эзотерические какие-то темы, да, то там энергетика и прочее, это отдельный аспект, да. Но даже вот находиться рядом с тобой, как ты снимаешь, я вижу, ты там, Аля, какие-то советы даёшь, или там Женя, я это всё, естественно, на корочку записываю. Я смотрю, как ты снимаешь, и я уже, ну то есть, это уже даёт. Да, причём, когда ты снимал, я видел некоторые приёмы, которые... Некоторые приёмы, я вижу мои фотографии у тебя. Ну естественно. Это нормально, я тоже их у кого-то украл. Все, да, ну это ж кто из художников про это говорил. То есть это всё, это хорошее дело, великие крадут, да. Вот, ну как, ты заимствуешь и добавляешь в это что-то своё. Перерабатываешь, переосмысливаешь? Да, 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 вдохновляешься. Но суть в том, что даже не сами кадры, а вот просто какие-то советы. И ты помнишь тоже, как я тебе попросил, Дима, можем с тобой сесть, и ты можешь мне рассказать про Lightroom. Да, я всё, часа три я тебе, по-моему, рассказывал. У меня было четыре страницы, исписанные текстом, которые я потом вот так холил и лелеял, и перечитывал. И вот так пришёл Lightroom, да, там обработка. И так далее, и тому подобное. Следующий год, 15-й, мы зимовали уже с ещё одним прекраснейшим видеографом из Питера. Это видео там не хватало. Саша Селиванов, это просто, просто космос. Он ушёл сейчас из свадеб, он занимается YouTube, в общем, снимает качков. Канал Fitstars называется, вот, тоже подпишитесь обязательно. Ну это просто бомба. То есть он, вот опять же, Саня этим живёт. То есть это, я вообще, мне это вообще не интересно, да, но я смотрю эти серии, потому что он этим живёт. Эта энергетика, она передаётся через видео, монтаж, через просто ты смотришь, и реально интересно. То есть видишь заморочку в каждом кадре. То есть видишь, что он прям, прям про этот его... Пассион, да, пэшн. Пэшн, ребят, вдохновение, экспрессия и так далее. В общем, да. И это всё, это круто. И вот тогда тоже от него что-то, да, там с видео вот так вот, там хапнул, там хапнул. На YouTube, YouTube просто бесконечный. То есть ты хочешь чему-то научиться, там этих лекций миллион просто. Любая задача, которую вы не знаете, как решить, вбивайте. Я сейчас сделаю ранее, даже читать, блядь, не надо. Не надо читать. Ты можешь резать морковь. Да. И слушать, как тебе рассказывают. Да, да. Жень, посмотри, камера там... Есть куча и курсов, извините, но есть денег там, докачаешь... Вот я сейчас... Я платно покупал. Да, да, да. Сейчас всё здесь бесплатно. Жень, задаёт какие-нибудь вопросы? А ты же не сказал им, чтобы вопросы задавали. А? А, ну, мы заговорили про YouTube. Собственно, была ситуация, когда ко мне обратилась пара. Это был ещё июнь месяц прошлого года. И попросили меня, кроме фото, видео. Соответственно, мы фото с ними уже подписали, попросили видео. Я говорю, слушайте, ну, у меня есть вот Саша, давайте я его приглашу. Я Санёчку говорю, Саня, давай, прилетай. Ну, так же, как тебе, да? То есть, всё тебе там и билеты окупишь, и потусишь там, и всё так далее. Он говорит, слушай, Лёх, я сейчас YouTube занимаюсь. И он мне начинает задвигать, что бросайте свадьбы. Давай делай YouTube, за YouTube будущее. И вообще это всё, там, свадьбы – это прошлое-прошлое. Делай свой канал, сядь под пальму, бери GoPro и снимай про то, как ты живёшь в Мексике. Так, а ты не послушал. И у нас, ну, сколько, 15 минут он меня убеждал. Такой, всё, давай, сейчас даже там не монтируй, просто сядь. Будет смотреть народ, там потом ещё сделаешь там выпуски. Ну, нет, не доходят руки. Мне кажется, вот если отвлечёмся от нашей истории, это должно быть из души. Если ты готов это делать, говорить в камеру вот так вот, но из-под палки себя не заставишь. Это будет видно. Я с удовольствием это сделаю. То есть я, ну, я очень рад буду, если кому-то это будет полезно, да, то есть и я не чувствую, то есть дискомфорта что-то рассказывать. Но. Времени нет. Времени нет. Деньги денег, да, они есть другие сейчас. То есть ты в этом видишь меньше кайфа, чем то, чем ты сейчас занимаешься. Кайф вижу. Сейчас в этом нет приоритета такого, скажем так. Ну, то есть, грубо говоря, вот сейчас зима, да, у нас сейчас сезон свадебный. У нас начинается в ноябре и заканчивается там в мае. Плюс ко всему есть съёмки просто, да, то есть там пары, семьи. И плюс ко всему я ещё… Коммерческая ещё есть. Да, коммерческая съёмка, предметка и интерьеры. И никуда. То есть у меня вот сейчас я улетал, у меня финальная неделя декабря, у меня было по 2-3 съёмки в день. Я сейчас всё ещё это раздаю. Я помню, как я приехал к тебе в гости. Я думал, я почилю, полежу под пальмой, там, я не знаю, поснимаю в удовольствие. Что происходило? Сёрфинг, урок испанского. 2-3 съёмки. Да. И 10 дней вот в таком формате. Мало того, что я не отдохнул, я похудел, я просто чувствовал себя, знаешь, в каком-то формате… Про корону умалчивает, а? Ну, корону – это единственная… Первая и главная фраза была Дима. Ребята, если вы хотите поехать в Мексику, вы должны выучить одну фразу, которую вы должны сказать в самолёте. Уна корона, пор фавор. И всё. И вам сразу говорят, you're welcome. Слушай, я возвращался тогда из Штатов, и ты летел как раз в Пуэрто. Я прекрасно, это как сейчас помню, мы садимся, мы садимся, то есть мы встретились в аэропорту в Мехико. Я летел из Хьюстона. И Дима летел, да, из Нью-Йорка. Мы садимся в самолёт, чтобы как раз лететь в Пуэрто. И идёт стюардесса, вот, и такая, ну, вам что, я там, ну, водички. Дима такой, как будет корону? Уна корона, пор фавор. Уна корона, пор фавор. И потом просто думалось, каждый день мы приходим в ресторан, там, в магазин, просто. Уна корона, пор фавор. Это единственная фраза, которую я до сих пор знаю, как отче наш, разбуди ночью, я скажу. Я знаю, как ещё тоска. Уна, тос, трес, трес, квадро. Вот, ребят, учите. А, Дим же уроки испанского брал у нас в школе, да. Значит, ладно, давайте продолжим про серьёзные вещи, про корону мы поддельно поговорим. Оля, вноси. А может, там спросили что-то? Или что-то спросили? Мы же вещаем, а мы даже не понимаем, там, это интересно. Почему, никому-то интересно? Можно спросить, кстати. Сашки, Сашки, Архиповы. Что? Не-не-не. Ребят, если интересно что-то, то, мне кажется, так как у нас структуры нет, мы просто с ним общаемся. Просто с ним разговариваем. Если что-то интересно послушать, скажите, пожалуйста, чтобы это не было так. Просто так вещание. Женя, кто-то что-то спрашивал? Или просто нас ненавидят? Молча, молча с дивана ненавидят. Просто... Слава богу. Слушайте, а он уже в кадре есть? Не, ну я вот, у меня только полруки. Блин, а что вы? Да я шучу, да нет, нет, всё нормально. Я тут проверила, здесь уже 12-12 раз. Да я слышал, звук, как нам подключить? Не-не, в этот раз все хорошо. Были какие-то вопросы? Пить себе резинку для волос. Кванта Квеста. Кванта Квеста. Это сколько стоит? Что именно? А это кто? А, мы не знаем, кто спрашивал. Я знаю, что кто пайна, знаю ещё, что такое. Кто есть из знакомых, поднимите руки. Если вы знаете Лёшу, ставьте лайк. Да, прикольно узнать, кто смотрит. Сколько человек приходит? Они приходят, уходят. Приходят, приходят, уходят. О, 10 уже хорошо. Мне сказали, что я веду себя абсолютно непрофессионально, задаю неправильные вопросы. Я буду серьёзен, хватит на петерней. Давай. Давай так. Слушай, кожа на диван, это, конечно, жесть. Топит, топит вообще. Давай я вкратце расскажу, чем ты сейчас занимаешься. Лёша, значит, снимает. Нажми, включи, выключи, чтобы не париться. Включи, всё нормально. Лёша, ты сейчас управляющий одной из самых крупных серфис-школ в Пуэрто. Нет. Уже нет? Я ушёл. Два года я, да, вот Дима то, что сказал, два года я был управляющим школой серфинга испанского. Так ты сейчас не управляешься. Мы с тобой поговорили. Приходит иногда момент. Момент этот приходит, на самом деле, у очень многих фотографов, грубо говоря, у которых дела идут хорошо, скажем так. Ты взвесил математические заработки. Что ты с твоими ассистентами? Да она влюбилась в нас, и всё, смотришь. Что происходит, да, то есть, и что происходило? Даже когда происходило с йога-турами, да, то есть, мне было по кайфу снимать. Мне было по кайфу видео, фото. Что произошло со школой? Я начал там как фотограф, потом, собственно, благодаря моим предыдущим регалиям и нашим обсуждениям и опыту, меня поставили управляющим через два месяца, да. Соответственно, что произошло? Что я продолжал снимать, в основном для школы, и начали объявляться люди, которые говорили, слушай, вот деньги можешь для нас поснимать? Как вы мани? Да. Нам нужны там, и вот школа тогда, нам нужны портреты для сайта. Я помню тебя. Дима, Дима, как снимать портреты для сайта? Так, найди темный угол. Найди темный угол, чтобы с другой стороны был... Я сейчас помню. Да. И он... Леша ходил с камерой, и я говорю, так, вот тут вот в углу должно быть нормально. Да, красная стена. И причем в этом углу я занимался испанским. Да. Прямо именно в этом углу, в котором я оказался. Ну, суть в чем, это, опять же, вот моя начальница здесь, в Москве, Валя, она научила меня, может быть, неправильно, может быть, это и не тот подход, который можно советовать, но очень крутой был подход. Мы сначала ввязывались во что-нибудь, а потом уже понимали, как это решать. Правильно. Вот. И, соответственно, это было и в фарме. Да, да. Вот это, на самом деле, если бы не это, то, наверное, ничего в Мексике бы не получилось. То есть лицо это уверенное. Можешь? Могу. А потом уже ты залезаешь в Ютьюб, потом уже ты бегаешь. Что случилось? А потому что час прошел. Вообще погас. Друзья. Все. Перерыв. И что, вообще погас? А, разрядился. Хочешь с моего зайти? Нет. Ну, ты можешь просто с моего телефона. На самом деле. Друзья, перерыв. Давайте сделаем перерыв. Алёк, запиши обращение. Ну, давай, я тебе говорю, давай мы зайдем. Сирочек очень вкусный. Мы проверили. Потому что, от того, что у нас очень жаркие обсуждения, пригорают. Сейчас еще попотеем немножко. Да сейчас мой мужик, мужик. Дима, закрыл окна. Короче, мы остановились на том, что ты сказал. Мы обсуждали с тобой. Но прежде всего, что делайте то, что нравится. Сейчас мы такими клишейными фразами поговорим. Во-первых. То есть, это не красивая история. Делать то, что нравится. Это не какой-то баян. Это реально работает? Ну, да. Из того, что, во-первых, я видел, читал, слышал. Это работает у людей, которые, собственно, это делали. Всегда есть трудные моменты. Всегда есть моменты начала. То есть, когда ты начинаешь... Делаешь это просто на энтузиазм. Да. В убыток себе. В убыток своему времени. В убыток, я не знаю, денежных каких-то моментов. Ну, чего угодно. То есть, если ты просто делаешь, что ты от этого кайфуешь, то тебе поначалу деньги особо даже за это не нужны. Если ты что-то изначально делаешь только для того, чтобы заработать. Опять же, есть такие фотографы. То есть, они такие, блин, вот фотографы много зарабатывают. Куплю кучу оборудования. Я буду там... Фотографы немного зарабатывают. Ну, где как? Ну, я, типа, куплю, и вот я буду работать и заработаю кучу бабла. Если ты работаешь, чтобы заработать бабло, то, ну, как бы, непонятно, что дальше будет. Короче, мир эту херню не принимает. Ну, в каких-то случаях, наверное, да. Наркотиками же торгуют, да. Но это все очень часто возвращается. То есть, заканчивается... Но суть в том, что все пригождается. Вот. И вот ты там научная степень пригодилась, да. Если я, опять же, к себе применяю. Испанский пригодился. Там другие навыки офисные пригодились. Кайт-туры, то, что мы ездили 4 года, организация пригодилась. Опять же, благодаря ей попала в эту школу. То есть, все это, оно в итоге всплыло. Даже, мне кажется, если бы ты занимался, я не знаю, чем любой фигней, которая тебе бы нравилась по жизни. Вот согласись, в той ситуации ты мог собирать бекоников из бумаги. Значит, что ты мог бы делать? Вгуливать собак. Это бы в тот момент, когда ты остался без денег, без связей, в незнакомой стране, ты бы мог взять этот скилл, любой, который у тебя есть, так называемый хард скилл, и ты бы его применил, и выжил бы просто. Я вообще не понял. Но я даже сейчас не понимаю, как мне в голову взбрело там остаться. Ну, то есть, грубо говоря, да, я был в Мексике без денег, без знакомых, без всего. И я почему-то не подумал о том, что нужно просто попросить в долг у кого-то купить билет и вернуться в Россию. Ты решил, что... Мне здесь, в принципе, нравится. Я просто понял, ну, раз я здесь уже оказался, надо что-то делать, и все. И дальше просто я вот-вот... Что ты делал? Делал то, что мне... Вот я чувствовал, что вот так вот мне это хочется делать. То есть, я не знал, будут ли деньги от керамики. Я не знал, будут ли деньги от... Поеду я там предлагать услуги фотографа. Я отформил у тебя еще один маленький скилл, который тебе помог развиться. Когда ты был на Бали, ты познакомился с ребятами, которые занимались глиной. Глина – это средство для... А, да, цинком, цинком. Да, цинком для того, чтобы во время серфинга не обгорала кожа. И ты собрал какие-то контакты. Давай тогда тоже. Давай скажи. На Бали есть прекраснейшая девушка, которую зовут Лена Фторова. Она сейчас чемпионка, ну, по-моему, все еще чемпионка России по лонгборду, по серфингу. Вот, и помимо этого прекрасный человек. Они на тот момент... Была школа... Ну, она и сейчас есть. Она была в школе Тайков на Бали. И они начали делать цинк. Да, это вот такой крем, когда вы серфите, чтобы не обгорать. То есть он не смывается с кожи, он вот лежит сверху слоем. Если вы видели серферов, у них вот такие либо белые... Ну, видели серферов? Вот он. Они сверху, да, все покрыты. Вот лицо у них намазано. Но суть в том, что, да, Лена мне тогда передала передачку. Шесть вот этих вот кремиков сказала, ну, вот... Пригодится. Пригодится там кому-нибудь подаришь, сам будешь пользоваться, там, путешествовать, то, сё. И я эти крема, они мне просто валялись вот в сумке. Соответственно, когда жахнуло, денег нет, я решил, ну, предложу их кому-нибудь там... Предложу их на кого-нибудь намазать. На кому-нибудь намазать, да. Я пришел в серф-шоп и говорю, намажьте на кого-нибудь, пожалуйста. Я расскажу просто предысторию, не предысторию, а вообще контекст. Бали — это мекасерферы. И любой стафф оттуда имеет определенное магическое значение. И Леш привез из одной мекки серферов в другую артефакт. Ну, условно, пусть... Это было? Да. Крутую штуку. И потом это... Энергетически заряженную. Конечно. Из волшебного бали. И потом он понял, что можно же эту штуку таскать сюда. Да? И немножечко на этом зарабатывать. Ты этим сейчас... Барыжить. Барыжить. Челнок. Конечно. Ну, нет. Ну, тогда да. Прижало, естественно, я уже думал обо всем. То есть, каким образом можно сейчас там что-то делать. И да, я предложил в серф-шопы. И опять же, это можно углубиться в эту историю про волшебство и прочее. Но случайно эти крема первые там 2-3 продались. Потом продались другие. Первые 2-3 коробки. Потом, да, уже... Потом пришел пароход с двумя-тремя контейнерами. Ну, на самом деле, шутки шутками, но да. И мы продали сначала просто крема, потом больше, потом уже заказал в магазин коробку, потом в магазин заказал две коробки. То есть, каждый раз мы связывались с Леной. Там уже Лена передала весь бизнес Косте. Костя наладил с тобой контакт. Костя наладил контакт. И мы начали... То есть, я в итоге стал дистрибьютором этих кремов в Латинской Америке. Пока в этом году не прикрыли ребята производство, к сожалению. Ну, что-то там не поделили с тем, кто варил эти крема. То есть, на кухне варилось. Ну, короче, поругались. У меня сейчас уже было в 2018 году, у меня было два райдера-серфера, которых мы спонсировали. Были несколько хостелов. Были в разных городах, собственно, и хостелы, и магазы. Все это я... Просто дистрибуция была. Короче, так. У меня вопрос, который задают мне часто. Это же не то, что вопрос, а такое утверждение. Конечно, вот у тебя есть жилка предпринимателя, а у меня нет. Тебе легко. Скажи, пожалуйста, вопрос, у меня на него есть ответ. Я хочу, чтобы ты его тоже выдал. Откуда берется вот эта предприимчивость? А можно я по-другому... Ну, давай. Может быть, отвечу так, как ты ожидаешь. Сейчас читаю книжку. Есть известный человек, которого зовут Рэй Далио. Он написал книгу «Принципы». Рэй Далио основал компанию Bridgewaters. Это одна из крупнейших хедж-фонд компаний в мире. Короче, Рэй Далио – это такой Стив Джобс, но вот в этой сфере рынков хедж-фонд. Соответственно, он уже такой великовозрастный человек. Он в свое время предсказал кризис 2008 года. Он написал статью, которая тогда называлась «Принципы». Она бомбанула, потому что все поняли, что он предсказал кризис 2008. И он таким образом привлек к себе еще больше внимания. И он написал книгу. Книга толстенькая. Она называется «Принципы». Основная мысль. Основная мысль. Ну, во-первых, определить для себя принципы своей жизни и личной, и бизнеса, и придерживаться этих принципов. И будет вам классно. Либо возьмите чьи-то другие принципы. То есть ты можешь взять его принципы, которые он написывает в книге. И все очень просто. То есть ты придерживаешься каких-то принципов, и это ведет тебя к успеху, грубо говоря, во всех сферах твоей жизни. Ты… Так. И один из принципов – будь честен самим собой. Воу. Воу. Да. Так, подождите. Это вот, это просто последнее. Это хоть красной линией вообще идет по жизни сейчас со мной. Так. Так. Будь честен самим собой. В каком еще смысле? Сядь. Прекрати пиздеть. Во-первых, прекрати пиздеть. Да. Будь честен самим собой. И вот если мы говорим про профессиональную сейчас, да, сторону, пойми, что ты можешь делать, а что ты не можешь. Допустим, есть креативщик, у которого, ну, классно развито, вот, креативное мышление, и классно развито, он видит общую картинку, грубо говоря. А есть тактик, который классно делает действия, вот, но общую картинку он не видит. Он не креативный, он вот практичный. Тактик этот никогда не станет креативщиком, креативщик не станет тактиком. Ну, то есть это возможно, но, допустим, креативщик не будет хорошим тактиком. Ну, как бы от работы он не будет. Ну, и результативность он не будет такой показывать. Он будет напрягаться очень сильно. Что происходит? То есть либо ты понимаешь, что ты тактик и развиваешь в себе креативность, то есть ты вкладываешь кучу времени, денег, развиваешь в себе эту сторону, либо ты говоришь сам себе, так, ну, я тактик, я буду бомбить тактику, но чтобы мне иметь успех, мне нужен креативщик. Соответственно, будь честен с самим собой и пойми, что ты будешь делать. То есть, допустим, если тебе вот этот вот навык, ты его не можешь сейчас, у тебя его нет, и ты его не можешь быстро обрести, заведи… Делегируй. Делегируй. Заведи себе вот в твою команду креативщика. И все. И вот то же самое. Если… О чем мы говорили? Я расскажу вкратце. Леша стал перерассказывать вкратце книгу. Он много книг прочитал. Ну, это тоже классно. Читайте книги. Откуда, откуда, как развить… Предпринимательскую жилку. Ты спрашивал, если у вас нет предпринимательской жилки, не развивайте ее. Ну, хорошо, развивайте, если вы хотите. Наймите себе или найдите друга предпринимателя и делайте проект вместе. Значит, у вас, если у вас нет предпринимательской жилки, значит, у вас есть жилка творческая, жилка какая-то там, я не знаю, общение, скиллов как-то. Может, вы лобзиком прекрасно вышиваете. Да, да, да. Может быть, вы делаете что-то классно по дереву. Может быть, с глиной. Может быть, вы рисуете. Может быть, еще что-то. Вот вам нравится рисовать, допустим, а вы говорите, я хочу быть предпринимателем. А вы на самом деле художник. Ну, как вы станете хорошим предпринимателем, если вы художник? Но зато вы говорите себе, вот я буду художником, я денег не заработаю. Зато вы можете стать классным художником, у вас будет Дима, друг предприниматель, и он вашу картину будет продавать. Дима себе имеет с этого комиссию, зато вы рисуете, вы занимаетесь тем, что вам классно, вы реально кайфуете. Я, опять же, вернемся к Саше Селиванову, который в Питере. Давай я приду про... Прости, я хочу... Только что мы были на выставке Кости Павлова, который прекрасный художник. Я помню его 2-3 года назад, когда он пытался продавать, пытался сам продавать картины, которые он написал местным, не знаю, там, местным людям. Но сейчас у него появился менеджер, его проводник в мир выставок продюсер. И у него результативность возросла кратно, 10-100 кратно и так далее. Для этого же и существуют менеджеры, продюсеры, то есть они продают. Они ищут тебе, где выступать на концертах, куда продавать твои диски и прочее. Резюмирую. Прекратите врать себе, поймите, кто вы есть и развивайте этот скилл, правильно? Будьте честны самими с собой. Прекратите себе врать. Если вы... Да? Вот что ты ржешь? Мне сказали, ты постоянно ржешь, а теперь, я говорю, серьезно, а ты теперь ржешь. Ладно, ребята, все, шутки в сторону, говорим серьезные вещи. Мыслим позитивно, скажем так. Да. Возвращаясь, мы просто... На чем мы закончили, когда это все оборвалось? Я рассказывал про вот этот классный навык, грубо говоря, да? Сначала ввязывайся, а потом уже разберешься. Если ты понимаешь, что там классно, в проекте, в работе, в чем угодно, но тебе чего-то не хватает, вперед, уверенное лицо пошел. Когда-то, может быть, это и неправильно, когда-то, может быть, это не работает. Я понимаю, о чем ты говоришь. Я знаю, что нас объединяет, что объединяет людей, которые в это влезают. Их объединяет умение, умение учиться. Умение учиться, согласись. А это другой, опять же, принцип, по которому, ну, тоже, про который Рэй Далев говорит в книге, да, если опять не вернуться. Открытость. Открытость, да. То есть ты не зашорен, ты говоришь себе, я не... Как вот, я вот борюсь с Женей, например. Она говорит, я... У тебя с микрофоном нормально? У меня все нормально с микрофоном. Она говорит, я не умею фотографировать. Я говорю, да. То есть она... Покраснела очень. Да. Она поставила блок. Или ты от жары. Она поставила блок, который... Да прекратите в этом какие-то. Женщина смотрит. Она поставила перед собой блок, я не умею. Она говорит, я хочу научиться. Она говорит, я не умею. И все. И просто отталкивает от тебя этот скилл. Хотя, это же легко. Просто нужно открыться миру и попробовать впитать себя, ну... Есть люди, которые только что зашли. Сидит Дима Костик. Откройтесь миру. Ладно, Леш, все. Ладно, Леш, все, подожди. Чего, чего, чего. Когда ты был на Бали и сидел в позе лотоса в 7 утра, я тоже над тобой смеялся. Медитировал. Медитировал. Так ты там же медитировал по телу. Ну, на самом деле, ну что, шутки с шутками, медитации помогают. Они причащают очень хорошо, ну, придают тебе ясности, скажем так, мышление. То есть, мы не будем углубляться в эту тему, не обязательно уходить там с головой в какое-то учение. Я хотел спросить тебя, ну, по поводу эзотерики, учения, медитации. Сейчас мы глокие темы копнем. Нет, нет, я просто хочу спросить. Ты, я знаю, этим занимался. Ну, ты начал с йоги, да? И жизнь закончил. И жизнь закончил. Причем, я знаю, ты ездил, молчал, как это называется? Випассамы, да? Випассамы. Конечно. Да, в этом году третий раз. У меня штаны до сих пор его лежат. Посветленные. А штаны? Дима мне давал штаны в 14-м году, когда я должен был лететь на... Да, у меня была секси-пижамка. ...на первую випассану, и у меня не было... Там нужны штаны, то есть нельзя ходить в шортах. Нельзя ходить в жизнь. Я не мог на бале найти вот такие вот плюшевые тренировочные штаны просто. Ну, легкие, грубо говоря. И Дима как раз ходил в пижамных своих. Я говорю, Дим... Да, да, да. Они у меня до них лежат до сих пор, я их зашил. Мы говорим о том, что я в них просидел тогда 10 дней медитации. Я приезжаю, а они светятся. Они светятся просветленными какими-то мыслями. Я их одел и такой... Скажи, пожалуйста... Классные штаны, кстати. Скажи, пожалуйста, помогло... Я не знаю, насколько это тебе помогло в развитии? Насколько это помогло вообще... Можно... Вот я просто этой херней никогда не занимался. Сейчас народ начнет отписываться. Нет, нет, нет. Самое интересное. Потому что... А? Ну, там вообще не про развитие. Ты один из немногих людей, которых я знаю, который брал знания, которые он получал в момент вот этих вот... Йоги, Випасамы и применял в жизнь. То есть ты был открытый, ты смотрел... То есть ты совмещал реальную жизнь и вот эти эзотерические знания, которые приобретали... Нельзя как это называть. То есть просто есть люди, которые очень много этому уделяют внимания. Йоги, медитации, они очень сильно просветляются. Но реальной, на реальной жизни, мирской, да, или как это называется, это никак не отражается. У тебя... Наверное, я ответил на это вопрос, да? Сам задался. Сам, да. Сейчас еще сам пошутит, сам посмеется. Ну, это нормально. Поэтому я часто один. Так вот. Может, ты прикрепить его как-то? Нет, я просто играю. Вот. Расскажи, как тебе удалось, помогло тебе, насколько сильно это тебе продвинуло, именно вот эти вот... Не знаю, как назвать. Что ты с микрофоном все играешь? Ну, ладно. Ну, заманили у тебя. Мне просто кажется, его слышно? Слышно, конечно. Он микрофон выводит вот отсюда, вот сюда. Не-не, я говорю, я каждый раз, когда вывожу его... Будем повышать твой профессионализм. Окей. А ты профессионально все делаешь? Конечно. А у тебя нет этой прищепочки? Украли, украли. Да, все понятно. Расскажи мне про вот эзотерическую сторону твоих, твоего... Пути. Пути, пути, да. Йога. Сейчас, знаешь, в конце ты говоришь, покупайте мою книгу. Да-да-да-да. Давай курсы. Курсы, да. Записуйтесь на мой вебинар. Всего 2000 рублей. Всего 2000 рублей в следующую пятницу. Да-да-да. Как найти себя, как обрести успех. Да-да. Да что? Ты просто столько всего сейчас сказал? Столько разных тем. Сейчас очень это в моде. Я поэтому и пытаюсь... Если я сейчас начну какими-то этими фразами говорить про медитации, практики, йогу, осознанность и прочее, то, во-первых, народ быстро утомится, во-вторых, это везде в этих там пабликах и прочем. Основную мысль, которую ты применил из этих всех практик. Я просто о чем хотел сказать, что... Что я хотел сказать? Что сейчас это... Это популярно, да, но очень много людей это делают... Сейчас углубляться будем. Хайпуем, давай. Делают в плане моды, наверное, да? Хайп, хайп. Это модно, модно. Сыроедение модно. Я помню, как ты удивлял людей, говорил, что я начал есть мясо. Да, год назад. Пока все люди говорили, что они... Сейчас, если кто-то из моих друзей слушает. Да, я пять лет не ел мясо. Это отдельная тема. И опять же, ну там было... Как бы не обошлось без мексиканских шаманов в моей истории с поеданием мяса, скажем так. Это было год назад. Сейчас такой экран крутит. Смотрите вторую часть. Мексиканские шаманы. Да, бабушка там, мы с бабушкой общались. Но суть в чем? Суть в том, что естественно, все это на виду, на слуху. Нужно делать то, что чувствуется, что близко. То есть, опять же, там кто-то ходит на, не знаю, на какую-нибудь там йогу, да, которых сейчас много. И там тебе говорят, там, встань вот там так, встань, сяк, сделай эту асану, сделай эту асану. Ты стоишь, час переходишь из одной в другую и уходишь домой. И ничего не понимаешь. Ух я. Вот. Я бы хотел еще. И делаешь это, ну там, месяц, два, три, и ничего не происходит. И, ну, допустим, это не работает. А ты продолжаешь что-то делать. Или ты делаешь определенные там практики, определенные действия, что угодно, и делаешь это, не понимая, что ты делаешь. Вот. И не чувствуя, или наоборот, ты чувствуешь, что приносишь себе вред, тебе больно. То есть, ты вот садишься, не знаю, рвешь себе там связки и думаешь, блин, ну так, значит, так надо. Так. Не делаем, во-первых, не делаем чего-то в ущерб себе, то есть, нужно отличать работу над собой от причинением боли себе. Мазохизм. 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 он проявляется, он во многом, да, то есть, и в нездоровых отношениях с людьми, и в нездоровых занятиях, и в нездоровых практиках. И это первое, да. А второе, я, ну, старался просто от того, что я видел и слышал, то есть, я, например, не могу сказать, мне спрашивают там, ты, не знаю, ты буддист или это там, Ты йог? Нет. Нет, я знаю. что происходило? Я с тобой, поэтому могу общаться. Ну, во-первых, нужно, опять же, быть честным с собой, да, то есть, я не буддистский монах, я не живу в храме на горе, я не могу сидеть и медитировать, медитировать целый день. Да, то есть, зачем мне, опять же, да, то есть, кто-то может сказать, все, теперь я, значит, я там супер-йог, супер-медитатор и прочее, и пытаться отрешиться от земного мира, но при этом жить в городе. Вот о чем я и говорил. Это задача близкая к невозможной, да, то есть, нужно понимать, что мы, так называемые миряне, да, мы живем у нас в социуме, мы живем в социуме, то есть, ты не можешь уйти на 100% в какие-то там практики, при этом жить в социуме. Потому что айфон заряжать надо. Тебе нужно заряжать айфон, как минимум, да, и покупать какую-то одежду, то есть, что-то одеваться, тем более в Москве, где меняется сезонность. То есть, ты не можешь просто сидеть под пальмой круглый год, да, и, во-первых, да, нужно вот эта взаимосвязь, собственно, татуировка, которую я хочу себе сделать, это... Татуировка, я сегодня хочу татуировку сделать. Сегодня. Сегодня проснулся, у меня был сон, какую-то татуировку придумал, я сейчас на том этапе, что должен прийти мастер. Тебе? В жизнь. Тебе? Да, то есть, пришел образ, пришло уже место, где есть такой символ, буддийский, который называется бесконечный узел. Так. То есть, не знаю, ну, можно загуглить, он очень простой, то есть, там узелки. Я видел восьмерке такой, да? Да, то есть, несколько восьмерок, но суть в том, там есть два значения, да, если так посмотреть, то есть, первое значение, он символизирует взаимосвязь мира духовного с миром материальным. То есть, грубо говоря, духовный не живет без материального, материальный не живет без духовного. То есть, один другому помогает, и один без другого жить не может. То есть, грубо говоря, как ты выразил, там, мои практики, они мне помогают в жизни, бизнес, но в то же время я понимаю, что вот мой бизнес, он не будет классным без этих практик. Вот. Ну, и моя жизнь, там, не будет такой, как она есть сейчас. Вот. И, допустим, вот, та ситуация, которая произошла в Мексике, когда я оказался без там всего, я знаю, что если бы я до этого не прошел випассану, то я бы не смог так пройти, пережить этот момент, как я его пережил. То есть, что произошло 1 января, я сел, помедитировал, понял, что, окей, я сейчас здесь, ну, принял эту ситуацию. Ну, в конце концов, ты среди людей. Ну, просто оно произошло. и все. Ну, там, допустим, оно произошло по какой-то причине. Ну, просто оно уже произошло. И что делать? И все. И дальше ты начинаешь думать, что делать, да? И тут появляется предпринимательская жилка. Сидеть, плакать, биться головой об стенку, ну, как бы, да, зачем? Ты понимаешь, что оно уже произошло, и нужно с этим делать. Принимаешь реальность, как она есть. Вот, ребят, принимайте реальность, как она есть. Если вы в жопе, поймите, что вы... Да, и вот это вот, возвращаясь к узлу, да, это вот первая взаимосвязь духовного и материального. И второе, это в этом, в бесконечном узле ты тянешь за одну часть, ты не можешь, да, ты не можешь потянуть за одну, и при этом не затронуть другие. И, соответственно, Красивая метафора, да. То же самое жизнь, да, ну, о чем я говорил, все события, ну, не все, может быть, но события моей жизни одни приводили к другим. И вот, вот, собственно, оно. И вот, возвращаясь к твоему вопросу про там, духовной эти практики, на протяжении этих лет, ну, успел со многим столкнуться, многое попробовать. Женщина моя, кундалини-йогой вообще занимается, которую я пока все-таки не понял. Вот, но, опять же, ты берешь, я просыпаюсь с утра, я стараюсь каждый свой день начинать, ну, это уже как зарядку с утра делаю, да, и, опять же, моя практика с утра, она состоит из разных направлений. И, то есть, я взял оттуда что-то, отсюда что-то, и я понимаю, что вот, допустим, это тебе подходит. Вот это что-то, да, оно вот для меня работает. А вот потом я чувствую, нет, все-таки нет, вот эта часть нет, а вот эта часть, да, я добавляю, и я миксую. И, опять же, люди разные, то есть, кому-то нужно больше физуки, то есть, кому-то нужно больше физических упражнений. У меня пресс утра не идет ко мне, хоть ты тресни. Ну, я к тому, что, допустим, есть люди такие, что им нужно замедлиться, то есть, им там сесть, помедитировать, потянуться, вот они стали там спокойнее. А кому-то, наоборот, он весь такой вот, там, замедленный, ему нужно, вроде, больше вот энергии, да, и он может делать другую практику, которая, наоборот, его, даже не практику, заведет его на рабочий, на день рабочий и так далее. Да, может быть, тебе не нужны эти практики вообще. То есть, это, ну, я не говорю, там, давайте все сядем, будем там сидеть, йогой заниматься. Ну, единственное, может быть, есть люди, которые изначально, им не надо это. Ну, то есть, им даже, ну, как бы, вселенная это говорит, что не надо. А им нужно, допустим, там, с утра бегать, или с утра прыгать, баскетбол, серфинг, что угодно. Вот, ну, может быть, тебе не надо эти практики. То есть, может быть, эти практики, наоборот, медленные, они тебе сделают еще медленнее. Как определить? Ты просто себя должен слушать. Будь честным собой. Сырел, давай так, смотри, мы с тобой уже полтора часа в эфире, на самом деле, мы о многом поговорили, концовочка была, вообще, мы ее вырежу, все, одна фраза, будь честным собой, конец. Раскопирую на три часа, и просто, как практику, заставлю многих людей слушать на работе. Будь честным собой, будь честным собой. Да, да, и не бойтесь. И не бойтесь. Честность и... Ну, то, что я рассказывал, то есть, мне предлагали там работу, вот деньги, да, можешь для нас снять там портреты? Ты такой, могу. Могу, но у меня есть камера, у меня есть оборудование, я знаю, что я могу теоретически. Тебе нужно просто изучить? У меня есть неделя, чтобы научиться. Все, я открыл лекции, я открыл скайп, чтобы позвонить Диме. Ты еще такой, и я не тупой. Надеюсь, надеюсь, еще входное, входное. Ну, сейчас действительно можно практически всему, что хочешь научиться, или найти людей, которые тебя научат. Ну, нет сейчас денег, займи. Ну, многие не могут переступить через себя. Все можно. Лень, нежелание и страх. Страх, вот больше всего страх. вот. Ну, в человеке два, ну, как бы, это страх и что там еще? Любовь. И жадность. А, это про это? Я говорю, что есть страх и любовь. Ну, другая теория. А, раскрытие, уходите в любовь. Такое, что такое, что такое любовь? Мы поговорим в следующей серии, сидя в Мексике. Сидя в Мексике, друзья. Расскажи хоть, куда ты летишь. Значит так, мы заканчиваем наш эфир, потому что реально тут жарко. Много, да. Мы много уже наговорили. Вопросы, вопросы. Мы же хотим узнать. Вопросы. Жень, там кто-нибудь вообще задавал? От меня писалось, просто сейчас 15 тысяч человек. Я в минус. Нет? Нет вопросов? Нет, конечно. Короче, через... Ребята, если есть вопросы, говорите. Через 6 дней я со своим компаньоном и помощницей улетаю, улетаю, улетаю к Алексею в Мексику. У нас будет там куча интересных проектов. Мы будем делать какие-то сумасшедшие эфиры, будем снимать черепах, будем кататься на серфе. В общем, я обещаю, что будет крутой контент. Я попытаюсь выходить в эфир чаще. Я целый год тренировался. не ссать и говорить честно. В общем... Дима будет... Дима уже вписан на свадьбы. У меня будет три мексиканских свадьбы. Это полностью иноязычные ребята. То есть Алексея не будет, он не будет мне рассказывать, что эта фраза значит. когда тебе говорят мальчик с стопоратом, уходи отсюда, прекрати нас ролик. Я не буду понимать их. Я буду продолжать снимать. Если вы хотите это увидеть, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Друзья, всем спасибо, кто нас вытерпел. у кого был плохой звук, я смонтирую все с камеры и выложу на ютуб. Поставьте, пожалуйста, лайк. У меня всего три лайка. Подписывайтесь на мой канал. А, это будет на ютубе. Колокольчик. Спасибо тебе. Все, выключайте. На хер, мы начинаем сосаться. Все, спасибо. Все, спасибо.